МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Выбираем вместе. Чебоксарцам предложили 4 площадки для стелы город трудовой доблести. Новые грани сотрудничества. Чувашия и Российский этнографический музей обсудили точки взаимодействия. Будем дружить. В Республике прошел 5-й республиканский спортивный фестиваль семейных традиций. Чувашия будет развивать всестороннее сотрудничество с Российским этнографическим музеем в Санкт-Петербурге. Направление взаимодействия глава Республики Олег Николаев обсудил с директором музея Юлией Купиной. Более 100 лет специалисты Российского этнографического музея собирают и изучают памятники национальных культур, костюмы, украшения, предметы быта. Это одно из крупнейших в мире хранилищ. Сейчас здесь собрано порядка 5000 предметов, характеризующих культуру чувашского народа. Сотрудники музея не раз приезжали в экспедиции по нашу республику. Чувашская культура, она настолько многогранна, цивилизационна, что, безусловно, мы не можем говорить о том, что это только представители тюркского мира, поскольку язык таков. Но в культуре, в визуальном воплощении абсолютно явственно. Мы видим, с одной стороны, финно-угорские черты, с другой стороны, древний архаичный булгарский пласт. Помимо экскурсионной деятельности на встрече, Олег Николаев и Юлий Купин обсуждали взаимодействие в подготовке специалистов для музеев и культурных центров Чувашии. Мы открыты абсолютно, мы существуем для того, чтобы сохранять и предоставлять в доступ культурное наследие. Поэтому и с научным, и с музейным сообществом, и со СМИ, потому что это информация, мы готовы всячески работать, чтобы добиваться общих каких-то целей в интересах действительно нашего народа, нашей страны. Еще одно направление – развитие туризма и образования. Сейчас, когда многое можно сделать дистанционно, необходимо менять форматы работы в этих сферах. Чутко храня и развивая традиции культуры наших предков на территории родной нашей Чувашской республики, конечно же, мы должны всячески взаимодействовать с такими институтами, как этнографический музей, которые обобщают историю всех народов, и тем самым делают общую картину, которая в целом-то как раз и есть то богатство и сила нашей многонациональной страны. Те цифровые инструменты и сервисы, которые сегодня в нашу жизнь вошли, уже и являются неотъемлемой составляющей организации нашей жизнедеятельности, нам в помощь. И мы можем, интегрируя различные подходы взаимодействия, сможем, с одной стороны, очень быстро реализовывать наши планы. Чувашский национальный и российский этнографический сотрудничают давно. В начале нулевых сотрудники Санкт-Петербурга отреставрировали лучшие предметы из фондов музея в Чебоксарах. Не раз у нас открывались выездные экспозиции. Продолжая сотрудничать с музеем, я думаю, что мы будем направлять свои устремления на создание электронного каталога, поскольку действительно в этнографическом музее хранятся лучшие предметы Чувашского костюма, и нам бы их тоже, как минимум, в оцифрованном МИДе, хотелось бы иметь. И развивая дальше, мы хотим вообще сделать электронный каталог Чувашского костюма, который был представлен во многих музеях, как страны, так и за рубежом. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Чебоксары – город трудовой доблести. Почетное звание столицу Республики получила 20 мая. В честь этого знаменательного события установят стелу с изображением герба и текстом указа президента России. Площадку определят в ходе общественных обсуждений. На выбор предложено 4 места. Мемориальный парк Победа, площадь перед железнодорожным вокзалом, пересечении президентского бульвара и 30-й дороги, площадь перед главпочтамтом. Окончательное решение будет принято в ходе интернет-голосования. В ближайшее время администрация города на портале «Открытый город» объявит голосование, где, как вы сказали, предложим всем проголосовать за то место и опираясь на решение жителей, где будем проектировать и, соответственно, за этим потянется благоустройство данной территории. Проснулись, умыли лицо снегом, кусок хлеба за пазуху и вперед, на окопы. Такой распорядок дня был у Марии Семеновой во время строительства в Мариинско-Пасадском районе Казанского оборонительного рубежа. Мария Ильинична Семенова родилась в крестьянской семье старшей среди шестерых детей. К сожалению, ее отец рано ушел из жизни. В 13 лет Маше пришлось составить учебу и помогать матери. Когда Марии исполнилось 17, началась война, и пять храбрых девушек из ее деревни, взяв руки лопаты, отправились на окопы. Для обеда возьмем кусок хлеба и идем на работу. Вечером тоже 5 километров надо идти. Бегом, бегом, а то темнеет в другой раз. Бегом домой. Вот домой придешь, покушаешь, успеешь покушать. Спать охота, устали, озябли. В теплом доме хочется спать быстро. Принесем солому, на пол постелим, вместо подушки тоже солому. Зима в 1941 году выдалась лютой. Морозы доходили до 42 градусов. Ноги обмораживались, и квартирная хозяйка, у которой жили девушки, научила. У нас хозяйка говорит, для того, чтобы не заморозить лицо, умойтесь утром снегом, натирайте снегом. Тогда, говорит, замораживаться не будете. Вот мы слушались, конечно, не замораживались. После завершения стройки Мария Ильинична вернулась в родную деревню. Работала в колхозе, ездила на строительство железной дороги в Свияжск и деревню Якимкино, выполняла земляные работы. Сегодня, несмотря на солидный возраст, сама поддерживает порядок в доме, читает газеты, любит прогуливаться по городу. Последние годы приохотила в скандинавской ходьбе. И всем советует этот доступный и полезный вид спорта. Екатерина Шеверова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Исполнение закона. На еженедельном совещании обсудили вопросы планирования и размещения государственных и муниципальных закупок в сфере образования, здравоохранения, строительства. В соответствии с законом, все закупки органы госвласти проводят через аукционы. В приоритете те объекты, которые проходят по линии национальных проектов и по индивидуальной программе социально-экономического развития республики. Общий объем выделенных средств – 17 миллиардов, из которых три направлены на обеспечение обязательств предыдущего года. Всего у нас размещено закупок сегодня на 7 миллиардов 234 миллиона рублей. Это 51,4 от объема доведенных лимитов. Если говорить также по десятке крупнейших, у нас наибольший процент сегодня запущенных процедур Минстрой – 83,3%, Минтранс – 86,6%, при этом менее 50% сегодня, Министерство образования – 42%, Минздрав – 40%, Минцифры – 36,3%. На сегодня в республике контракты заключены на 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Хозяйство республики приступили к заготовке кормов. Жаркая погода во второй декаде мая и необходимое количество влаги в почве способствовали интенсивному росту многолетних трав. О том, как идет уборка сена в Комсомольском районе – в нашем материале. При влажности травы 60-70% мы закладываем на сенаж, а при влажности 30-40% уже можно убирать на сено. Колхоз «Искра» – один из первых в республике уже приступил к заготовке сена. Комбайн со специальной насадкой-плющилкой, который с этого года работает на колхозных полях, позволяет прессовать траву уже на второй день, что сокращает время и повышает качество кормов. Сено готовим для фермы. Поголовье 500, больше 500. Готовим пока на сено, а потом второй коз носилась. Однолетние травы 200 гектаров, кукуруза на корм 100 гектаров, однолетние травы 128 гектаров, стальные зерновые 450 гектаров. Если сухая и жаркая погода способствует уборке сена, то зерновым и зернобобовым культурам необходим дождь. Если будет засуха, то возможно потери урожая, отмечают специалисты. На сегодняшний день практически все зерновые и зернобобовые культуры бассейны на площади 11 тысяч гектаров занимает зерновые и зерновые культуры. Также у нас многолетние травы 4500 гектаров, однолетние травы на площади 1800 гектаров и бассейны на сегодняшний день кукурузы на площади 750 гектаров. Всего в Комсомольском районе более 29 тысяч гектаров пашни. Все работы по посадке и уборке сена в районе идут в срок. В республике прошел пятый республиканский спортивный фестиваль семейных традиций. Он объединил молодых родителей. Недавно созданная Ассоциация молодых семей намерена активно участвовать в общественной жизни республики, проводить семинары и форумы, организовывать совместный досуг. Впереди нас ждут очень интересные новые проекты. Я бы очень хотела, чтобы такие мероприятия озарялись улыбками детей и как можно чаще. Давайте в течение лета будем встречаться, будем создавать какие-то новые танцевальные, песенные проекты. И будет очень здорово, если мы с таким, наверное, флешмобом пройдемся по всей республике. В фестивале приняли участие 22 семьи из разных городов и районов республики. Конкурс «Чудо-коляска», «Флешмоб», «Дружный самокатопробег». Родители с детьми с удовольствием участвовали в различных мероприятиях. Конечно, не обошлось и без подарков. Наталья Алексеевна, это вам подарок от семьи Гавриловых. Семья очень любит животных, но других животных, конечно, сюда не могли привезти. А петушка, как гостиницы традиционной, смогли привезти, с собой взять. Поэтому решили петушка подарить. Потому что петух, как говорится, во дворе, он утром встает рано, раньше всех, будет всех. Как говорится, он главный во дворе себя читает. Вот решили, как символ хозяйства, подарить петуха. По итогам фестиваля лучшую визитку представила дружная семья Тимофеевых из Новочебоксарска. Самую яркую и креативную коляску смастерила семья Дулиных из Парецкого района. Нет, привился раз и живи без бед. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Степан Гурьянов, Республика. На номере Единой службы оперативной помощи гражданам 122 заработала интерактивная поддержка по вопросам возмещения части стоимости отдыха и оздоровления детей в лагерях. Позвонив по номеру 122, можно узнать об условиях и сроках получения кэшбэка, сумме средств, положенных для возврата, механизме оплаты для получения кэшбэка, а также выяснить перечень лагерей, участвующих в программе на территории Чувашской Республики. Купаться разрешено. Официально пляжи открылись по всей республике еще 1 июня, но только сейчас погода позволила ими воспользоваться. Левобережные, Центральные, Афанасельские и Новосельские в этом году загорать и купаться жители столицы Чувашии смогут, как обычно, на четырех пляжах. Официально они начинают свою работу с 10 часов утра. Прибрежную зону отдыха дно Волги очистили от мусора, раздевалки и игровые зоны привели в порядок. За безопасностью на берегу и в воде следят спасатели, работают и медпункты. Но это касается только оборудованных пляжей. Сотрудники поисково-спасательной службы напоминают, не купайтесь в неподготовленных местах. Три человека у нас утонуло в этом году. Это вот буквально в воскресенье в Аликовском районе, в Атанистском саду города Чебоксар молодой человек утонул, и в Урнарском районе один человек, трое утонули буквально за начало купального сезона. В основном это необорудованное и не подлежащее для купания это место. Вот ботанический сад, там никогда никто не разрешит купаться. Люди все равно идут туда и вот уже не первый случай в этом пруду мы достаем утопленников. Пока пляжи открыты в Чебоксарах, Новочебоксарске, Козловке и Ядрине. Еще 130 мест для купания готовятся в районах. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Юрий Марков, Республика. Это главные новости Чувашии в понедельник, 7 июня. Увидимся завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!